Священник обвиняется в расслении несовершеннолетних. Верховный суд республики накануне оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении бывшего директора православной гимназии Якутска. Уголовное дело завели в марте этого года. Священнослужителю предъявили обвинение в совершении сразу двух преступлений по статье изнасилования лица, не достигшего 14-летнего возраста. Не согласившись с постановлением Якутского городского суда, адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление суда. Однако суд апелляционной инстанции исчел выдвинутые обвинения обоснованными. Священник арестованный направлен в СИЗО Якутска до 9 августа этого года. Между тем, Якутская епархия уже опубликовала на своем сайте официальный комментарий. Ермана Хмелетий запрещен в священнослужении в связи с возбуждением уголовного дела. Вместе с тем, мы не можем делать никаких окончательных выводов о его виновности или невиновности до решения суда и просим также представителей СМИ воздержаться от преждевременных утверждений. Священник, в отношении которого поступают подозрения в преступлении против личности, в любом случае запрещается в служении на период разбирательства, а в случае обвинительного приговора лишается сана. К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию. Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении. Мы просим в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников обращаться в епархиальное управление. Любая ваша жалоба будет рассмотрена с надлежащим вниманием, а виновные понесут суровое наказание. Известно, что Ермана Хмелетий руководил гимназией с момента ее основания в 2010 году, а в марте этого года его должны были направить на новое место службы за рубеж. Согласно Уголовному кодексу страны за преступление против половой неприкосновенности малолетних предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Между тем, родители детей, обучающихся в гимназии, встали на защиту бывшего директора учебного заведения и не верят в его виновность. Очень хорошая школа, там учителя хорошие, коллектив хороший. Отец Хмелетий тоже отношение такое хорошее и к детям, и к взрослым, и к родителям. Все с уважением относились и с его стороны, и с нашей. Вы говорите, что сейчас идет бурное обсуждение всех детей родителей. О чем идет речь и что говорят родители? Родители никто не верят, все в шоке, конечно. Говорят, что это клевета.